Всем привет! Меня зовут Ольга и вы снова со мной на канале красота и бисер. Сегодня я сплела вам красивый браслетик цветочный жгут. Я поставила отделочку, я не стремилась сделать ее строго по центру, она будет симпатично смотреться в любой части браслета, так как браслет на ручке двигается. Смотрите, это плетение очень легкое, и само плетение хранит в себе множество идей. Цветочки можно поставить в таком порядке, как я показала, то есть группами разных цветов, можно сделать однотонной в любом цвете, или можно сделать полосками, то есть изначально плести цветочки по два одного цвета, или четыре цветочка каждого цвета, и он будет полосатенький. Единственное пожелание в этом браслете, что когда вы будете подбирать цвета, подбирайте на основу, я вот выбрала темно-зеленую, но она должна быть темнее, чем отделка, тогда хорошо будут смотреться и выделяться сами цветочки. Жгут очень приятный, легкий, ажурный, хорошо гнется, видите, ничего не нужно туда вставлять, он легкий, его можно применить в любом плетении, завязывается, видите, я специально вам показываю для того, чтобы видели, как он хорошо двигается, и можно с ним выбирать любое плетение. Так что, если вам понравился браслетик, подписывайтесь, кто не подписан, приглашаю, и давайте приступим его выполнять. Для этого браслета я взяла бисер белый номер 10, глянцевый, бисер хамелеон зеленый, преобладает здесь зеленый цвет, и для отделки взяла желтый и сиреневый цвет, весь бисер одного размера, игла номер 12 и мононить. И для начала я набираю четыре белых бисеринки, провожу их к концу нити, оставляя кончик 15-20 сантиметров и замыкаю в колечко. И у нас получается первый цветочек. После первого цветочка мы набираем одна зеленая, беленькая, зеленая и еще один цветочек, и снова зеленая, белая, зеленая, третий цветочек, зеленая, белая, зеленая, четвертый цветочек, и в этом ряду последняя зеленая бисеринка. Вот я подтянула поплотнее, и первый ряд выглядит вот таким образом. Теперь мы замыкаем в круг, проводим иголочку в первую вершинку первого цветочка, иголочка по направлению плетения, вот так. Видите, и у нас замыкается в колечко наш набор, вот таким образом. Снова набираем одну зеленую бисеринку, 4 белых, замыкаем в колечко, у нас получается первый цветочек во втором ряду. Берем зеленую бисеринку и соединяем с вершинкой второго цветочка первого ряда. Снова набираем одну зеленую и 4 беленьких. делаем цветочек, замыкаем в колечко эти 4 бисеринки, берем одну зеленую бисеринку и соединяем с вершинкой третьего цветочка. И у нас таким образом образовывается второй ряд. Итак, мы плетем до нужной длины браслета. Когда вы проплетете несколько кругов этого жгута, вы хорошо будете видеть уже, как красиво ложатся цветочки. Видите, хорошо видны белые цветочки на зеленом фоне, как ромашки на полянке. Обратите внимание, у нас в работе три свободных лепесточка, цветочка, и из четвертого постоянно выходит ниточка, то есть она двигается по кругу. И вот из очередной вершинки у нас ниточка выходит. Мы, как обычно, набираем 1 зеленая, 4 беленьких. Возвращаемся в беленькую, делаем цветочек очередной. И теперь берем очередную зеленую бисеринку и соединяем со следующей вершинкой. И у нас снова получается цветочек соединен со следующей вершинкой. Когда вы доплюли браслет до середины, где мы делаем отделку, то чередование белых и желтеньких, в моем случае, цветочки, будет такое. В первом круге нужно набрать один желтый цветочек, один белый цветочек и два желтых цветочка. Второй круг 4 желтых цветочка и третий круг наоборот. Один белый цветочек, один желтый и два белых. И вот три круга, и у нас два желтых ромбика сделаны. Затем между ними я даю круг белых цветочков и перехожу в таком же порядке цветочков набирать розовые цветочки. Если вы заметили, я фиолетовый цвет поменяла на розовый. Розовый более нежно смотрится на фоне темно-зеленых бисерин. После розовых цветочков я сделаю круг белых четыре штучки цветочка и закончу тоже желтыми цветочками. И затем, вот у меня будет три ромбика, желтый, розовый и желтый. И закончу также белыми цветочками. После красивых цветочков узора я проплела основными беленькими цветочками до завершения браслета. Вначале я на иглу одела нить и прикрепила колечко с колокольчиком. И с этой стороны теперь, чтобы закончить, мы набираем по одной бисеринке и соединяем вершинки между собой. И теперь я набираю одну бисеринку и в бисерину напротив прохожу, затем прохожу в эту же бисерину, набираю колокольчик, 5 бисеринок для петельки и карабинчик. прохожу в первую из пяти, замыкаем колечко. Вот так. И у нас образовывается петелька с карабином. можно пройтись по ней еще раз закрепить, а можно сразу колокольчик и в эту же бисерину с другой стороны. проходим и подтягиваем все, закрепляем и браслетик у нас будет готов. Если он вам понравился, приглашаю подписаться, кто не подписан. Благодарю вас за просмотр и до встречи в новом видео. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...